Мальчишка Какая разница между любительским хоккеем и профессиональным? Ну, если так выразиться, профессионалы, все-таки это их работа. Они получают за это деньги. Любители, они в свое рабочее время, в свой свободный день выходят, работают, тренируются. Это большая разница, когда ты играешь за деньги, когда играешь сам в свое удовольствие. Для меня это, собственно, мое хобби, которому я стараюсь посвящать максимальное время, потому что приносит максимальное удовольствие. Это общение с своими товарищами. Это, на самом деле, способ, возможно, как-то отдохнуть морально, потому что суета, работа. В момент игры в хоккей, как бы, отвлекаешься от всего, устраняешься, поэтому максимальное получение удовольствия. Любительский хоккей в наше время популярное явление, так как подросло целое поколение недоигравших в детстве мальчишек, вставшие на ноги, сделавшие свой бизнес, построившие дома, родившие детей, посадившие деревья. Они со спокойной совестью и с полной самоотдачей снова впадают в детство. Покупают себе взрослые игрушки, пересаживаются на квадроциклы, снегоходы и заводят свои собственные хоккейные команды. Как появилась идея создать любительскую команду? Года три назад мы решили отметить Новый год с командой. По-моему, 28 или 29 декабря собрались в ресторане и так отметили, что пришла идея заявиться и участвовать в непрофессиональной хоккейной лиге. Как правило, у нас одна тренировка в неделю. По-хорошему, перед играми, перед началом первенства надо, конечно, два-три раза в неделю, чтобы ребята набрали необходимую форму и сыгрались. А потом, в принципе, одна тренировочка, одна игра в неделю для любителей, мне кажется, это как раз. Здоровый бой ведет ледовая тружина, мы верим в мукуску отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет в хоккей, русский играет в хоккей. Путь за воротами противника все чаще, победной молнией пульсирует фонарь. Хоккей воспитывает силу, дух, крепость характера. Ну, все-таки это такая мужская силовая игра. То есть, когда, вы сами понимаете, на площадке 10 мужчин встречается, что такое происходит потом. Очень контактный вид спорта. Зачастую все игроки получают травмы, даже несмотря на то, что в нашей лиге по правилам нельзя играть в контакт. У нас, допустим, несколько игр подряд, наши игроки лишаются зубов, рассечения всевозможные. Поэтому, я считаю, да, действительно, это мужской вид спорта крайне травмоопасен, но в то же время очень интересен, почему мы, собственно, играем. Так уж повелось среди хоккеистов-любителей, что вратарей – это особенная хаста, благодаря которой существует сама возможность играть в хоккей. Если вратарь плохо стоит, или, ну, бывают такие дни, или он там не размялся, или у нее что-то происходит, то практически 100% эта команда проигрывает. Если вратарь тащит все подряд и спасает практически безвыходные ситуации, это передается игрокам, которые, в общем, на всех парах несутся вперед и, в общем, привозят победу себе. Хоть за воротами противника все чаще, победный молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Эмоции самые лучшие, гол забили в раздевалку. Я думаю, мы сегодня выиграем. Команда настроена по-боевому и обыграем первое место. Мы-то идем на последнем. Все, желаем вам победы. Спасибо, вам удачи. Особое внимание необходимо уделить экипировке игроков. Современный хоккеист должен быть защищен с головы до ног. Под хоккейными свитерами и широкими штанами много амуниции, которая защищает от преждевременного выхода из строя плечи, локти, суставы. Герой не чувствовал бы себя столь уверенно на льду без шлема и ракушки. Особенно защищенным должен быть вратарь, так как именно он чаще всего становится на пути у шайбы, которая летит со скоростью 150 км в час. Травмы, синяки в основном, растяжение, связки. Чем-то пользуетесь? Какими-то гелями, мази? Загревающими обязательно перед тренировкой, перед игрой. Без них, ну, с возрастом, чем больше этих возрастей, больше мазей всяких. Зачем вы скотчем обманываете ногу? Чтобы не потерять щитки по дороге. А большой размер? Ну, маленькие ноги, скорее всего. Кто-то играет в визере, вот видите, кто-то играет в маске. Ну, в маске играть безопаснее, потому что, допустим, две игры последние, у нас ребята получали травмы. Вот, да, вот Паша играет в такой маске. Видите, полная маска. Вот, отличается. Более безопасная, потому что бывает клюшки им попадают, а вот недавно попала шайба и выбила, извините, три зуба. Скажите, что самое главное, что мужчины защищают прежде всего? Я уже надел, это ракушка, конечно, или бандаж профессионально называется, по-научному. Ну, потому что шайба, извините, мы держим клюшки в руках, и некогда защищать остальные места. А во время игры вообще не мешает комфортно себя чувствовать? А как же, отлично. Ничего не мешает. Тепло и сухо, как говорится, в авторекламе. Коньки должны быть специальные. Коньки – это вообще отдельная тема, потому что коньки существуют различных фирм, различных моделей. Вот, допустим, вот такие коньки, видите, РБК, вот у них девятка стоит, это профессиональные коньки, есть единичка. Это коньки для фитнеса, скажем так. Можно у них кататься, но если шайб падет, то от ноги ничего не останется. Какие мышцы в хоккее больше всего напрягаются? Напрягаются. Голова, прежде всего, напрягается. Ну, а остальное – это ноги, спина, плечи, руки. Ну, практически все. И вот матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как царь. В отношениях золота и гонки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Здоровый бой ведет летовая дружина. Мы верим в ужасу отчаянных парней. Дорогие мужчины, надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, чем заняться в выходной. И вместо того, чтобы сидеть в баре за кружкой пива, вы с друзьями погоняете в хоккей. И веселее, и для здоровья полезнее. Анастасия Хоменко специально для Пульс+. Субтитры создавал DimaTorzok